Здравствуйте! Рик это многогранный и очень интересный персонаж, психологический анализ которого может длиться часами, и в сериале Рик и Морти он меня интересует больше всего. Его характер я хочу разобрать досконально, а главная его черта это самолюбие, которое просвечивается в абсолютно каждом действии Санчеза, и которому полностью посвящен эпизод о всезнающих динозаврах из другой вселенной. Все мы знаем, что Рик величайший всезнайка во вселенной, по крайней мере он так считает. Его безграничный интеллект не подается сомнению, однако существует огромное количество случаев, когда наш дед ошибался, когда противники обходили его и были на шаг впереди. Возьмем недавнее событие, связанное с центральной конечной кривой, начатое еще до всяких там джекет Риков. Злой Морти нашел полный скан мозга нашего самого реканутого Рика, который почему-то не уничтожил копию своих воспоминаний после побега из тюрьмы Громфломайтов, хотя скорее всего думал, что смог это сделать после ликвидации всей их базы. После злой внучок узнал о всей истории создания цитадели, в которой был замешан наш Рик. Разработал целый план по уничтожению центральной конечной кривой, ограничителя, собравшего в себя лишь определенные альтернативные реальности, в которых наш дедуля умнейший во вселенной. Создал межпространственную брешь, тем самым сумев покинуть кривую, и все это под носом у гениального Рика. Может Санчес как-то попытался противодействовать злому Морти? А нет, он лишь смотрел и защищался. Это все результат подавленности и упадка нашего Рика. Он действительно стареет и теряет мотивацию что-либо делать. Но самое показательное здесь это то, что последствия бездействия Санчеса прямо затрагивали его. Именно его разработки были уничтожены, хотя ему возможно на них плевать, однако из-за разрушения конечной кривой сломались межпространственные порталы, что помешало Рику жить его обыденной жизнью. Это должно было сподвигнуть деда на борьбу со злым Морти, но гениальный ученый ничего не смог сделать. Но и после всех этих событий, какую картину мы видим? Полумертвый старик и его внук лежат в ожидании спасения или своей смерти, без порталов, без путей отхода. И выживают они лишь благодаря Космобет, которая перед их вызволением успевает над ними посмеяться. Это закрытая вечеринка или можно присоединиться? Ух ты, класс! Да, класс, оно того стоило. Но после просмотра шестой серии шестого сезона Рика и Морти, я выявил, возможно, единственный мотивационный рычаг, способный заставить нашего Рика добиваться своих целей. Это его безграничное самолюбие. Санчес считает себя умнейшим существом на Земле и вообще во всех бесконечных вселенных. Называет себя самым реконутым Риком. И если кто-либо подает это сомнению, он делает все возможное, чтобы доказать свое превосходство. Или же каким-то образом очернить личность, посягающего на его самолюбие. Это мы сейчас увидим, проанализировав историю, которая начинается так. Динозавры, давно вымершие как и на нашей Земле, так и на Земле, где обитают наши герои, оказывается, сохранили свой вид. Создали портальную пушку, отправились помогать существам на молодых планетах, стали одной из умнейших рас во Вселенной. И вот, пришел им черед вернуться на родную планету. Тут же они собрали правительство, обговорили дальнейшее развитие судьбы человечества. Забрали всю работу людей на себя, облагородили планету и создали новый общественный строй. Полное равноправие и, цитирую, 100% безработицы. Поначалу человечеству нравилось отдыхать, но кое-кто, включая семейку Смитов и президента США, были не очень довольны. Однако Рик тем временем продолжал полностью соответствовать своему образу. Ему было все равно, ведь лично его это не касалось. Папа, неужели тебя это не бесит? С чего бы? Я и так делал, что хотел. И так было лишь до одного момента. Мне помощь не нужна, это я хочу помочь! Это чё ещё за хрень? Портальный пистолет. Сквозные врата вместо зелёной воронки, так что теперь видно, куда перемещаешься. Умная девочка! Рик, он ведь был лучше! Нифига не лучше! От этой штуки смердит чванливым высокопарным снобизмом! Как только динозавры захотели помочь самому Рику, предложили заделать брешь в межпространстве, подарили ему новую совершенную пушку телепортации между мирами, он активизировался. Ведь принял их лапу помощи за подачки, показывающие неспособность Рика самостоятельно сделать свои дела, и то, что динозавры умнее и могущественнее его. Здесь мы можем увидеть всю мелочность Санчеза. Он противится помощи со стороны кого-либо и отвергает её, по сути, делая только хуже себе. Действует нерационально, что не соответствует гениальному уму. Зато вполне характерно для высокомерных и самовлюблённых людей, делающих что-то наперекор, лишь бы показать себя, доказать даже самому себе, что они справятся сами, сделают это лучше. Серьёзные, казалось бы, вещи для Рика лишь игра, вызов. На достаточно грамотные провокации он ведётся незамедлительно. Именно этим Рик С-137 и отличается от всех остальных людей. А отличаться от всех – это ещё одна вещь, к которой наш дед стремится больше всего. Ведь даже среди бесконечных версий самого себя он является самым реконутым. Не забывать про мнимую индивидуальность людей, зная о существовании нескончаемого количества буквально таких же, как ты, личностей – вот в этом настоящий характер Санчеза. Однако, сколько бы я здесь ни разглагольствовал, злые и мелочные мотивы не всегда приводят к плохим последствиям. В нашем случае как раз сложилось всё куда удачнее, чем могло быть. Рик, с желанием доказать динозаврам своё превосходство, улетел исследовать планеты, на которых они уже провели свой миротворческий поход. В ходе недолгого изучения и разговора с жителями этих земель, нашим героям удалось выявить, что на каждую планету, где бы ни остановились благородные спасители, прилетают огромные разумные метеориты, которые деградировали благодаря слишком интенсивному развитию динозавров и уничтожают планету. По итогу, Рик, раскрыв этот факт, заставил миротворцев навсегда покинуть Землю, тем самым спас её. Однако и это не является финалом данной маленькой истории. Самоотверженные динозавры не захотели решать свою большую проблему насилием, и в ходе недолгих размышлений пришли к выводу, что пожертвовать собой, умерев от метеорита, будет лучшим решением. И, конечно, такой расклад нашего добрейшего дедушку не устроил, ведь он показал им ещё не всё, на что способен. Повидавший многое, Рик знает, что быть абсолютным добром, всегда совершать благородные поступки не по силам никому. Ну или он так считает, только потому что ему не удается быть благородным. Поэтому Санчес решает взять динозавров, как сам выразился, на нравственное слабо. Дед им как бы говорит, «Вы ничем от меня не отличаетесь, вы такие же самовлюблённые и мелочные, хоть и хотите казаться вселенски добрыми и пушистыми». Заявив им, что будет ждать смерти от живого метеорита вместе с ними, он спровоцировал динозавров на убийство разумного камня, тем самым доказав им и самому себе, что самоотверженность и самовлюблённость – это лишь две стороны одной медали, а наш мир далеко не такой плоский, как двусторонняя металлическая поверхность. Он куда объёмнее и шире. Рик это знает, и со всей его мелочностью и бесконечным высокомерием он действительно является уникальным и умнейшим. Он не машина по совершению добрых или злых дел, не благодеятель и не разрушитель. Он человек с очень сложным характером и богатый на события разной тяжести историей. И нам предстоит ещё долго собирать её по кусочкам и фрагментам порционно и грамотно подаваемыми нам создателями великого Рика и Мурти.